Продолжение следует... В источниках появляются какие-то вопросы, отклики. И ВКонтакте мне написала женщина. Я слушала вашу передачу, мне очень понравилось. И у меня есть документы, которые могут быть вам интересны. Может быть, они пригодятся. Мы договорились с ней встретиться в метро. Встретились, она мне передала пакет. Я бежала куда-то на смешариков. В общем, времени не было этот пакет даже развернуть. И вечером я его открыла. И там лежали тетради. Желтые старые тетради. И когда я взяла первую тетрадь, открыла, там было написано 22 июня 1941 года. И дальше убористым почерком, день за днём, описывалась вся война. Писал музыкант. Это было очевидно с первых строчек, потому что он писал о том, что скрипка, что там футляр прохудился. И дальше очень спокойно и даже, можно сказать, по-деловому описывался день за днём, как он ходил на работу, какой был паёк, кого он встретил, как у кого-то из его друзей появились сведения, что немцы подходят к Ленинграду. И вот так постепенно он добирался до блокадной зимы, когда он уже не мог ходить домой, потому что не было сил. И он и несколько музыкантов, так как они репетировали в Доме радио, а играли в театре музыкальной комедии, которая работала всю войну, они поселились здесь. В Доме радио здесь? В Доме радио. В Доме радио на шестом этаже. Я обычно, когда получаю какие-то сведения, ну, то есть какие-то письма, так как их приходит очень много, и ВКонтакте, и прочим, я удаляю. Ну, потому что иначе у меня уже и так всё это разрослось невероятно. Я с ужасом обнаружила, что я машинально удалила письмо вот этой женщины. И я не знаю, чьи это дневники. Это дневники без имени. Единственное, что я знала, она мне сказала, что она работала с ним в театре музыкальной комедии. И что это вот в метро, когда мы встретились, она сказала, что когда он умер, он был уже пожилым человеком, а она была начинающей скрипачкой в театре музыкальной комедии. Через какое-то время ей позвонили, пару раз они с подружкой были у него дома, в коммунальной квартире, в которой он жил. И из этой коммунальной квартиры позвонили, видимо, у него была записная книжка, он умер, и остались от него какие-то вещи, и эти дневники. И она пришла и забрала эти дневники. Было это в 1965 году. Разговор наш в метро был в 2013 году. В 2013 или 2014. То есть эти дневники у нее пролежали вот столько лет, для того, чтобы она услышала эту передачу, позвонила мне и передала. Я пошла в театр музыкальной комедии. Мы стали с Завлитом искать, кто бы это мог быть, потому что даже фамилия была неизвестна. Нашли всех скрипачей пожилых, их было трое, которые работали со времен войны. Нашли этого человека, ну, приблизительно, по возрасту подходящего совсем. Вызвали писательницу Наталью Соколовскую, которая писала до этого, издала большой книгу, дневник Ольги Бергуриц. Значит, она, прочитав эти записки, дневники Везеркопии, она сказала, я буду делать из этого книгу. Это бесценный материал. 9 мая на Эхе Москвы мы с ней обратились к слушателям, с тем, чтобы нашли, может быть, кто-то знает, или эта женщина услышит наш призыв и отзовется, чтобы мы узнали еще какие-то подробности. Как выяснилось, ее соседка слушала эту передачу и сказала, слушай, это не про тебя говорили, ты же работала вроде в театре музыкальной комедии. И она отозвалась, написала мне, и мы встретились наконец. Из дневников стало ясно, что они жили, это уже тоже из розерда мистики, на том же этаже, где располагается наш театр. И репетировали в той комнате, в которой располагается, ориендует помещение наш театр. А вот те таблички, которые ты снял, это номера, они здесь 41-го года. Они жили в том крыле, потому что его меньше бомбили. И поэтому все музыканты, и все, кто оставался здесь, жили в северном крыле. Поэтому там натыканы вот эти вот таблички, потому что они жили все вместе, чтобы было теплее. И когда сюда привезли, вернее, прилетела на самолете Ленинградская симфония, ее партитуры, им нужно было за одну ночь переписать из этой партитуры, из этой, сделать партии, то есть переписать все по партии. И они писали день и ночь, но для того, чтобы это высохло, они разложили по всему этому коридору, до своих комнат лежали написаны вот обледенелыми руками вот эти ноты. По этому коридору были разложены партии. Здесь вот внизу. И сыграли Ленинградскую симфонию в студии, в которой мы были. И в этой же студии была презентация этой книги. И, естественно, мы все были, и мы с ребятами из нашего театра пели ленинградских мальчишек. И была эта женщина. И даже нашли какого-то внучатого племянника, этого скрипача. А книга называлась «Человек из оркестра». Но на этом можно было поставить точку, потому что история сама по себе фантастическая. Я принесла эту книгу домой родителям. Мы стали просматривать ее. А моя мама дитя блокадного Ленинграда. То есть, когда началась война, ей было 5 лет. И она успела пойти в подготовительный класс музыкальной школы. И когда она увидела эту фотографию, она сказала, доченька, по-моему, это тот человек, у которого я была в этом подготовительном классе. И она стала искать фотографии, и нашла фотографии, где она маленькая стоит со скрипочкой, и сидит вот этот человек. То есть, это все лежало, лежали эти дневники, то сколько там, 50 с лишним лет. Эта женщина должна была услышать эту передачу «Музыкальная история». Ей захотелось отдать. Вот вся эта цепочка должна была выстроиться и как бы закольцевала эту историю вот эта мамина фотография. Вот этого замечательного человека, которого, имя которого мы не знаем, и который оказался первым человеком, который учил маму. Я не понимаю, что вы не понимаете, гдеова алась подруга, гдеов